Герцогство Семнадцатый наследник Который еще живой И можете видеть его на ютюбе Он Хозяин вот этого Замка Одновременно замка и Крепость Замок-крепость Которому уже где-то тысячу лет Этот городок он существует Еще С эпохи древних римлян То есть ему Более двух тысяч лет И если помните из моих прошлых роликов Когда я снимал Пон-Дюгард То есть аквиадук По которому подавалась вода Вода в город Ним На протяжении 50 километров Она подавалась вот именно отсюда Откуда именно я не знаю Источник еще предстоит найти Если он еще существует Но вот она вот с этих гор Проходила по аквиадуку Пон-Дюгард По мосту Который я когда-то снимал И подавалась в город Ним Древними римлянами Здесь такая прикольная точка обозрения Простираются просторы Как балкон Терраса такая По русским меркам Скорее всего Это деревушка Так будет ее Лучше назвать Но вот по французским Это город Сам замок Город-замок То есть замок-крепость Он находится Сейчас мы пойдем туда Сходим А это церковь Вот как я уже сказал 17-й наследник Продолжает Властвовать В этом замке Является хозяином Этот Этот замок Он терялся пару раз Первый раз Его забрали Во французскую революцию Вот когда совершилась революция И потом он Потом еще когда-то не помню И вот Хозяин он снова выкупил Этот замок Реставрировал Естественно Он на протяжении Тысячи лет Реставрировался И вот Его можно даже посетить В субботний день Вот сегодня В субботний день Посещение стоит 10 евро А в обычные Рабочие дни 20 евро Не знаю С чем это связано Зайдем сначала Церковь В церкви В таких вот деревушках В деревушках В основном открыты Всегда Заходи, молись Здесь даже звучит Я думаю Будет слышно При записи Церковная музыка Надо вот Вход на балкончиком Закрыть По балкончикам Пройтись Нам не удастся Конечно Красивый орган Здесь как в фильмах Можете Прийти сюда Вот Встать на колени На эту подушечку И поплакаться Священнику Который находится Вот здесь В середине Сейчас его нет То есть Рассказать ему О всех Совершенных Вами грехах О всех Секретах Если помните Такие вот Рассказы Они В военное Время Заканчивались Плачевно То есть Священники Доносили В гестапо И Людей Брали Потом Толпами Да не только Военное Время Закладывали Всегда Это было В любые Времена Слушайте Как в сказке Гроб Хрустальный Интересно Там Настоящая Мумия С настоящими Мощами Или это Просто Манекен Ну что На церковь Городишко Изес Глянули Наш путь В замок Семейный Замок Да Кстати Вот Выходя Прямо Из этой Церкви Попадаешь Вот На продолжение Стены Музея Какой-то музей Муниципальный Музей Жоржа Бориаса И сразу же Трибунал Здесь находится Я думаю Слышно Что вот Дует ветер Сегодня Такой уже Как бы Достаточно Прохладный День Прохладный Ветер Но Как вы видите Светит солнышко И еще Ясные дни Еще не льет Дождь Хорошо Что не льет Дождь Вот он В уголке Вход 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 В городском Музее Как всегда Написано Санитарный паспорт Обязаловка Муниципальные архивы Музеем На втором этаже Это дворик Откуда мы зашли Такой старинный городишко Заметно Сразу По узким улочкам По Старинным зданиям Так И вот У нас встречает Табличка По-моему Он закрыт Закрыт на обед С 12 до 2 А сейчас С пол второго Ну что Погуляем полчасика А потом посмотрим Вернемся сюда Или нет Даже сцена какая-то Ну что Погружаемся Внутрь города Узкие Старинные улочки Прямо как в фильмах С такими мостиками Прикольные рестораны В полуподвальных помещениях Магазины Да, по субботам Я сейчас ехал по городу Там видимо у них Рынки такие Знаете Вокруг Возле дорог Они уже собирались Два часа Видите С утра начинается Прикольно Так побродить По такой старине По таким Старинным Улочкам Даже местные Ювелирные Изделия Какие-то Наверное будет слышно Туновение ветра Здесь что прикольно Вот так вот Заложено Все Все улочки Желоба Такие В середине Чтобы нестек Водер Вот и замок Замок Крепость Такие прикольные Подворотни Как в старинных Фильмах Как в фильмах Про старину Свой гараж У кого-то Туристы Немногочисленные Ходят тоже Вот видите Вышел на более Оживленную Такую улицу Все лавки остались Люди собирают Скручивается Потихоньку Да уже Как летом На улице Не посидишь Уже Так прохладно Достаточно Да вот Кстати и вход Вот что-то Подозрительно Все закрыто Смотрите Герб Как мозаика Выложен На крыше Вот Написано Визит Сейчас Вот Написано Часы Визита То есть Следующая Штока В 14 30 Они Видимо Запускают Маленькую Группу Закрывают Двери И Ходят Вместе С ними Это у нас Городская Мэрия Мэрия Города Юзес Судя по всему Дома чьих-то Миллионеров До взятия Бастилии До французской Революции Видите Где жили Какие-то Местные Местные Знать В эпоху Я еще Во дворе Мэрии Лестница Ведущая На какие-то Балконы Посмотрим Может Что-то Есть Интересное Есть Местные да здесь можно укрыться от холодного ветра театр это регион франции называется окситания окситании департамент гар в окситании смотрите какое оживленное движение автомобилей в этой деревне вот так вот живут люди вы спросите есть ли жизнь на марсе вот ответ напрашивается сам собой есть здесь искусство от людей прячут открылась и все ожидающие вокруг пошли внутрь ну что ж заходим на территорию видите как я верил в субботу тариф 10 евро вместо 20 на неделе здесь мы покупаем билетики в общем я принял решение посмотреть сегодня этот маленький замок вот визит начнется через 40 минут визит гиды то есть и рассказывать а пока что говорит можете подняться на башню в ожидании визита маленький крэш написано 135 ступенек ну что ж пойдемте типичная винтовая лестница присущие всем средневековым замком дошел до какого-то ответвления полихалки бьет немножко ты еще не конец чуть-чуть осталось пять метров буквально есть очень крутые лесники такие высокие здесь еще нормально до этого было очень круто теперь наверху да прикольный вид он как всегда высоковато вон церковь когда мы только заходили а вот 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 он город из то есть как вы можете увидеть даже не город а просто деревня какая-то вот во франции это называется городами сторожевая башня который тысячу лет больницы чтобы можно было стрелять из лука кстати смотрел интервью вот сам дюк то есть и дюк это граф французский герцог герцог я перепутал вот он говорит что из с никогда не был атакован за все свое время существования красивая крыша люди внизу ждут даже очередь собралась мы из числа первых да здесь прикольная терраса перед тем как выйти на крышу видимо здесь было оружие для обороны и интересно дальше самая верхушка закрыта или открыта не закрыта вход на самый верх закрыт ну че сейчас сфотографируюсь на крыше и пойду вниз подвал посещу да дую здесь не ну что спускаемся ну что спускаемся вот с этого момента начинаются очень крутые лесенки они такие высокие и очень узенькие надо быть осторожным чтобы не подскользнуться ну что я снова внизу окно выходящее на улице нормально он живет герцог в семнадцатом поколении вот зарабатывает тем что людей пускает посмотреть свой замок куку ну че сходим вот сюда вот какое-то хранилище сальде фантом это подвал фантомов то есть здесь водится привидение и это не шутки он наверное любитель гоночных машин да вот здесь наверно ночью написано печка для выпечки хлеба средневековая не думаю что в печке водится фантом вот здесь вот на этой табличке объясняют что члены семьи иногда появляются в этом замке всевозможные там кряхтение вибрация, шум, люстры качаются эхо, звуки ну как во всех старых домах впрочем связывают это с фантомами то есть ходят привидения эти члены семьи которые жили в этом замке кстати вот по соседству еще какое-то ответвление а вот и мученики вот великомученики и это наверное фантомы они и есть привидения два замученных узника секретный пассаж, секретный ход что правда что ли ой я аж испугался тут еще один узник сидит видать не смог раскопать написано что этот секретный ход был обнаружен когда вот они приводили в состояние реставрировали замок так уходим отсюда пока они не загрызли меня здесь так главное не пропустить сеанс так визит еще не начался все ждут минут через пять наверно начнется я думаю что вот здесь вот живут люди вообще здесь все жилое все в хорошем состоянии сам дюк то есть сам герцог наверное живет здесь неплохо так свое владение разрешает посещать и берет в рабочие дни 20 евро в субботу по 10 евро еще какой-то зал фантомов интересно туда можно спускаться или нет это зал погреб вина винный погреб здесь даже так тепло и душно и сыро реальные бочки дубовые интересно они полные или нет шампанское на все и и в и в в это и и и и и и Тут уже закрыто Наверное дегустация уже происходит За денежки Стол С бутылками Да, тут шахта реально Гигантский зал Главное, что фантомы здесь не загрызли Одного Покидаем Идет винный поглеб Мини-версальский замок О, как раз все пошли уже на вход Вовремя я попал Это мы уже, видите, на лестнице Ведущий в дом Заходим Будем слушать гида Мы в одной из самых известных чел Мы в одной из самых известных чел Вы знаете, что это место Продолжение следует... Здесь не разрешают снимать Это сам хозяин, еще живой Его дети, жена Субтитры создавал DimaTorzok Такие вот прикольные комнаты Прикол в том, что снимать не разрешают, а фотографии делать можно Это Шапель Сохранена с средних веков Церковь местная, их внутренняя Будет визит снаружи Снаружи уже можно снимать Ну вот и все Такой маленький визит То есть там всего-навсего 4 комнаты посещаешь По второму этажу Заходишь вот в эту вот Шапель То есть это церковь Личная церковь И все Внутри, говорит, хозяин не разрешает снимать Поэтому Жаль, что его рассказы не удалось заснять Вот здесь он говорит Вот и его бюро Заходить не надо Вот и он очень богатый человек Он живет в 4 странах одновременно Туда-сюда ездит То есть Франция Мальта Швейцария Еще какая-то, не помню Вот, все На выход Мерси Боку Мерси Бон векенд, мсюр Бон векенд Мерси Последний взгляд И уходим Тут по соседству с его замком Еще какая-то башня Видел людей наверху Даже не знаю, что это такое И как туда попасть Сейчас посмотрим Здесь прикольные такие улочки Похоже на фильм Бриллиантовая рука Где Миронов Где Никулин заблудился Здесь даже запахи средневековые По-моему Пахнет какими-то булочками Печеными средневековыми булочками Интересно, что это за За здание За башню О, здесь тоже какой-то прикольный момент Такой Такой узкий проход в домах И среди домов Попадаешь на площадь С барами и ресторанами Прикольные своды Да, это юж здесь Пляж Озербе Площадь Трав Каких-то Может здесь травы Какие продавали Среди этих сводов Под тяжестью этих сводов И домов Средневековых Расположились бутички Бары и рестораны Прикольно А, так вот почему здесь Так вахло вкусно булочками Булонжери Узетен То есть от слова Узес Узетен То есть узесская булочная Да, летом здесь прикольно, наверное То есть вообще, наверное, все здесь Забито Столиками, туристами Смотрите, какой дом интересный Старинный такой На таких стойках стоит Покидаем эту площадь И вон там еще какой-то Переулок Сейчас глянем туда Этот средневековый Переулок Прикольно, наверное, вот так жить В таких вот старинных Деревнях Которые Постоянно наполняют Туристы Видите В таких вот старинных руинах Живут люди Всевозможные Так называемые Просквозные дворы Вот некоторые бутики еще открыты В надежде Поймать Поймать как можно больше туристов Закололок и написано Экспо Экспозиция чего-то О, прикол Современное искусство И главное Никого нет Человек летит Этот задумался Тот что-то вот уши закрыл И это размышляет Прикольно Здесь железо кто-то наварил Кстати написано Шотель Это вот видите Такие же своды Вот как В церкви Видать Какая-то церкушка Старинная Газеты Прикол Дворик Медиатека Узес Видите Да Здание Церкви Старинной Используется Под экспозицию Подъезд Даже не подъезд А кухня Кто-то живет Смотрите Это опять из цикла Есть ли жизнь на Марсе Неизвестно Живет ли там кто-нибудь Или нет Дом такой Разрушенный С такими дырками Прикол Да Здесь Соседство Руинов Руин И И люди живут Смотрите Реальные руины Как здесь можно жить Все Все просто Рассыпано Гниет Там кто-то Стройматериал Занес Опять будет Делать квартиру А вон там Свет горит Кто-то живет Видимо Да Здесь Вот тоже Какой-то Подъезд В запустение Пришел Здесь Реально Фантомы Водятся Наверное Туда лучше Не заходить В качестве Самосохранения Вот здесь Написано Средневековый Сад Сейчас посмотрим Что там За средневековый Сад Ну стены Средневековые Это точно Вместе с дверями Заходим В средневековый Сад Ага Вот теперь Я понял Откуда Вход В эти Башни Шел Шел И Попал Башня Здравствуйте 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 Я думал Это gratuito Ага Нет Нет Вот эта Башня Называется Башня Короля А рядом Башня Называется Башня Эпископа То есть Башня Короля Это реально В 15 веке Король Купил Все Башни Наверное Жил Здесь Это Вот Сказала Женщина На На Кассе Приеду Сюда Летом Погулять Когда Будет Жарко Погода Хорошая Сейчас Тоже Погода Хорошая Просто Немного Прохладно И Гулять В прохладе Не так То Не очень То Уютно Хорошо Когда Жара Все Кишет Туристами Люди Бродят Все Бары Рестораны Открыты В такой Обстановке Прикольно Гулять Ну что Я начал узнавать Даже улицы По которым Пришел Идемте В обратную сторону Это был Маленький Быстрый Такой Визит Города Узес Ого Смотрите Прикол Из цикла Есть ли жизнь На Марсе Видите Два Звонка То есть Вот в этом доме Реально Кто-то Живет Видите Такие Маленькие Оконца Даже окнами Не назвать Бойницы Какие-то Зато Узес А во У чувака Интерфон Такой С камерой На Средневековой Двери Прикольно Смотрится Кстати Мини Замок Мини Свой Замок Да Прикольные Средневековые Подворотни Мини Мини Мини